здравствуйте уважаемые зрители нашего канала приветствую вас на страницах канала мой дом хотелось бы сегодня рассказать о той теме от которой мы удалились и давно уже не снимали где же наши кролики а наши кролики вот вот наши кролики сейчас они находятся вот таком значит у нас помещений сейчас в этом помещении идет уборка реконструкция опять же весенняя линька кроликов это наше маточное поголовье всем давно известная вот она конечно претерпела небольшие изменения были и потери но в целом как бы это не относится к нашему маточному поголовье это наш security там на спине есть надпись охрана у нее вот очень хорошая кошка пришла сама краса ловко да вот вот ну это значит наша маточная поголовье уже таком совсем маточном виде единственное обновление это последняя самка это мы оставили с летних с летнего помета с летнего помета ближе к осени у нас было очень хорошая самочка нам она понравилась смотрите какая отъелась она как очень хорошая замочка будет хороший очень хорошая мама вот так выглядит наша калифорния как бы вот такого размера рука держит уже с трудом такое ощущение что она мурчит вот имя ей мы еще не дали в отличие значит от предыдущих наших роликов которые у нас имеют свои имена вот значит это непосредственно мама белка белка я уже нажать понимаете это шишка это нашел кролик это зайка это наша мамина дочка баба ну вот так вот так у нас было это значит муля дочка белки это значит наш салона непосредственно ну а что хотелось бы сказать почему нету молодняка молодняком мы тоже тяжело назвать почему нету осенних приплодов и вот непосредственно недели две назад здесь было битком здесь в каждой клетке сидел по многу кроликов здесь было не убрано здесь же помните у нас были бролеры там бролеры здесь бараны сейчас это все убрали бролерная клетка будет переделана под маточник кроликом значит мы разделим его пополам сделаем в одной половине будет отделение для крончат другое для мамы планируем наверное мы сделаем здесь четыре или пять таких вот маточных отделений то есть немного переварим сделаем ну а что касается поголовья было кроликов очень много был спрос во первых ближе к весне и вот как говорится с этой погодой которая сейчас стоит был спрос на кровь на обновление крови приезжали люди значит и брали у нас в основном конечно самцов мы их продавали продавали и самок приезжал кто-то брал самок кто-то брал самцов в общем люди готовились к весне готовились к воспроизводству своих поголовьей значит увеличению и соответственно добавляли кровь и плюс непосредственно никто не отменял заказы на мясо плюс у нас остановился цирк на нас вышел менеджер который занимается тиграми цирке им потребовались тоже кролики на откорм но не откорма она даже не знаю как в общем на корм тигров и так как им это нужно как он объяснил ну нужно по природе своей наверно я не знаю смотрите как красиво стоит заяц на двух задних лапах вот дело в том что нам нам по большому счету все что не против естественно природе все значит возможно к реализации то есть если кроликов употребляют люди в пищу значит и звери тоже могут и не могут они в природе употребляют пищу может быть дальше в большем количестве чем люди но тем не менее как бы изначально морально это нас немного покоребила а потом вы знаете может быть мы такие стерзаниями какими-то знаете как своих кроликов было жалко но опять для чего жалко мы же их все равно так и так продаем людям мясом понимаете тут как бы вот этический момент я не знаю но в целом мы значит заключили с ним договор и поставляли значит ему то количество количество кроликов которые требовал там каждые четыре-пять дней мы им поставляем потом у нас кончилась наша значит кролики которые были на продаже мы начали уже непосредственно для того так как договора заключили пускай и устный но мы люди как бы обязательны то мы начали значит есть по району и непосредственно скупать и других кроликов и значит можно сказать уже перепродавать но здесь уже другая наша сторона сыграла мы все-таки помимо того что мы сейчас крестьяне и так скажем сельские жители мы еще непосредственно и коммерсанты если вы видите в нашем видео что мы занимаемся бизнесом и кормами торгуем и сейчас инкубациями занимаемся профессиональные вообще в городе наша деятельность связана с индивидуальным предпринимательством поэтому здесь наша вот эта коммерческая жилка как бы заставил у нас выполнять свои обязательства что касаемо значит возвращаемся к нашим кроликам вот сегодня я съездил значит соседнюю деревню за 20 километров и приобрел кроликов на завтрашний заказ цирку вот значит вот так выглядят значит кролики у людей которые держат кроликов на значит на непосредственно вот эти самые самая толстая самка вот непосредственно на на сене и так скажем ну не на каком-то количестве зерна я почему так говорю потому что я не то что рекламирую там комби корма но знаете вот видно что кролики немного вот они вот он сейчас есть сидит то есть они вот это не самый толстый я смотрю них у всех животных потому что я сегодня сыпал полные кормушки 4 месяца вот здесь как бы уже по пол кормушки осталось обильно рассыпан форм то есть они значит его с азартом едят на вот что хотелось бы сказать им 4 месяца вот так у нас кролики выглядят в два месяца то есть понимаете да к примеру то есть я считаю что это что это как бы дистрофийная колечка но весна я вам показывал ту сам который мы хотели оставить а соответственно значит мы хотели бы развить третью линию свою то есть так как у нас талоны ведет одну линию шон ведет другую линию мы хотели бы значит взять и третью линию тем более сам у нас есть видели какая хорошая мы взяли самца который по словам хозяйки наверно месяцев шесть вот так выглядит самец 6 месячный вот сейчас я смотрю он тоже наел живот после сегодня их привез животы были в полы это был вообще трэш ну да он съел какое-то количество вот он вот он якобы взрослый самец вот ну будем значит тоже его называть поэтому не стесняйтесь комментариях предлагайте для самки на имена предлагайте и для короля имена мы тоже как бы будем думать ну и соответственно что-нибудь вместе наверное придумаем ну а эти ребята естественно вот эти еще крайне завтра поедут в условиях договора значит что касается клеток да вот много там пишут да действительно вот сейчас вот весенняя линька вот пух но этот как бы пух он сбивается вообще легко щетка мы я еще раз объясню мы давно здесь не убирались то что ну сами не убирались именно с клетками делать вот для чего сейчас все расчистили сейчас непосредственно вернем значит этим клеткам ноги они будут так вот стоять на блоках потому что где блоки стоят там забивается нужно не просыпается вот мы сейчас значит их вот завтра не увидите все ребята освобождается одна клетка мы значит делаем и многие варим так как чтобы не крутить час профиль не стыковать тут уже сетка все это получится не получится в том плане что скрученный профиль ноги будут играть целостность нарушена поэтому придется сварить из профиля 15 на 30 на 4 стойки n-образные на них значит поставить эту клетку и соответственно водрузить их вот сюда ближе к стенке то есть уже нормальным цивилизованными рядом и как бы в этом торце в этом конце кролики у нас как бы даже дальше потом животные другие будут пережать другие секции поэтому значит грядет глобальная модернизация нашего кроличьего хозяйства естественно эти клетки будут чиститься обжигаться вот проблемы с ногами почему они стоят на блок я объяснять не буду я уже объяснял связи с тем что у нас просто в момент жесткого перенаселения в доме и при постоянном двигании они сложились там есть об этом как бы уже видео рассказ вот поэтому в целом значит грядет модернизация грядет весна идет обновление крольчих мы уже значит покрыли стала не уже покрыл двух крольчих соответственно будет приплод покрыли мы их на неделю назад чуть больше вот поэтому в ближайшие как бы три недели ожидаем от двух самых приплодов вот ну соответственно сейчас будем паром парно также покрывать смысле для чего мы это делаем парно для того чтобы если что-то одна крыльчиха да каким-то обстоятельством может от кроликов отказаться или что-то может произойти пойти не так то она может значит другая другой подложить мы сейчас выработали такой механизм и как бы он уже срабатывал и мы пытаемся сейчас вот покрывать так что кромтики по 2 то есть у них происходил появление на свет потомство как минимум двух сразу поэтому сейчас будет делаться маточный как я сказал ну и будем надеяться что в ближайшие два-три месяца мы опять разгонимся до тех же там 50 60 70 кроликов а может быть и больше связи с увеличением линий сейчас будем также уже оставлять джон новым самцам то есть как бы до ушел там одна 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 из жён у неё была болезнь суставов не пережила на эту зиму вот поэтому надо значит и ему потому что у нас у двух самцов получается по одной сантимии момент а у нашего столоны а у нашего столона получается раз два три четыре пять шесть а у столов получается 6 на сегодняшний момент у нас получается 8 самок племенного стада и значит три самца в среднем это получается всего один строй в один из кроликов с новым сегодняшним самцом а так у нас получается мы вышли к весне с десятью кроликами маточное поголовье ну что касается кроликов наверное хотелось бы на этом закончить потому что в нашем края чем хозяйстве что касается кормежки все установки ничто не меняется как кормили моих комбикормом кроличьем сен с травяной мукой так и кормим как поили их снегом так и поем потому что пока вода не отмерзла вы видите ее поотрезали в клетке сейчас будем перемещать но в ближайшее время естественно они будут подключены к кодоснабжению потому что устанавливаются плюсовые температуры клетки будут приведены в порядок я надеюсь мы вам все покажем и осветим поэтому те кто ждет в наших страниц рассказа о кроликах она посвящается в принципе вам потому что до сегодняшнего дня глобальных перемен играется короче играется самка рада она что в этом конце появились люди потому что кроме баранов раньше и кучи навоза здесь ничего не было вот надеемся что эти изменения будут глобальными клетки по-прежнему как работали так и работают эти не гниют не ржавеют вот это очень большой плюс вот этот пух линька и дайте все мелочи жизни спаяльной лампой мы пройдемся это будет дезинфекция это все быстро очиститься вынесем на улицу благо лампу мы побрели вы видели про видео про забой крови дюрка вот поэтому на сегодняшний момент мы наверное с вами попрощаемся подписывайтесь ставьте лайки комментируйте мы будем отвечать на все ваши вопросы ну а мы займемся дальше кормлением животных пока пока